Компания «Шериф» в 21 раз назвала имена лучших студентов-получателей именной стипендии. Теперь эти старшекурсники будут получать по 150 долларов каждый месяц от «Шерифа». Мы рассказываем о победителях отбора на именные стипендии каждые полгода уже несколько лет. И заметили, как изменились стипендиаты. Они будут достали старше, хотя стипендии по-прежнему выдают студентам 4-х и 5-х курсов. Повлияла, наверное, пандемия. Именно тогда даже совсем молодые ребята включились в по-настоящему взрослое общее дело, работали в госпиталях как медики и как волонтеры. И сейчас среди победителей больше тех, кто не просто хорошо учится и ищет себя. Стипендиаты «Шерифа» уже на совершенно взрослом уровне работают, помогают людям. О них сюжет Влады Донковцевой. Парень в белом халате стоит в святыне первого курса медвака «Анатомка». Плакаты, железные столы и кости. Для него этот этап давно пройден. Артем Штырба. Специальность «Лечебное дело». Средний балл 4,8. Род занятий. Волонтер, медбрат в госпитале. Именную стипендию получил в первый раз. Сейчас Артем учится на пятом курсе и совмещает учебу с работой в сосудистой хирургии. Смотрит, как работают профессионалы. Обучается у доктора, с которым уже планирует свою первую научную работу. Хирург, с которым мы общаемся, он проводит эти операции в более запущенных стадиях, то есть когда другие уже не рискуют брать. Это урологический профиль. Я в дальнейшем тоже хочу связать свою жизнь с урологией. Это урологический профиль – это аденомоктомия. Учеба на отличное волонтерство, а еще амбиции и планы. С этим набором Артем шел на проект именные стипендии компании «Шериф». Подаю уже второй раз. Второй раз. Почему в первый раз не получилось? Ну, в первый раз было время ковида, были похуже, наверное, оценки. А чем покорял комиссию? На самом деле мы с комиссией сразу разговорились больше не о учебной деятельности, а о практической. Вот Артем в нашем сюжете про первую помощь объясняет, как провести сердечно-легочную реанимацию. Артем – волонтер, и это учла комиссия. Используется очень легкий прием – увидеть, услышать и почувствовать. На видео в качестве манекена Артем использовал свою жену. Она тоже медик и во время интервью сидит рядом. Нам она рассказала о медицинской романтике. Это когда не хватает времени на личную жизнь. У нас была фишка на младших курсах. Мы гуляли просто с двух часов ночи до пяти утра, в шесть вставали на пару. Мы до двух часов ночи делали уроки, и в три часа ночи мы выходили гулять, гуляли до пяти-шести утра, приходили домой, ложили спать, и в восемь утра на первую пару. Это, как думаете, какая профессия? А это воспитатель. Она учит детей. Правильно. Белокурый локон и внимательный взгляд из-под больших очков. Рита нет не так, Маргарита Игоревна рассказывает о профессиях своим воспитанникам. Это строитель. Что он строит? Он строит дома, строит здания. Булашевская Маргарита. Специальность. Специальная дошкольная педагогика и психология. Средний балл 5,0. Род занятий – воспитатель в коррекционном садике. Именную стипендию получила в первый раз. Повара, они готовят нам еду. Правда? И мы с вами завтракаем, обедаем и спим. И ужинаем. Позанимались, пора и отдохнуть. Раз нагнулся. Два нагнулся. Руки. Мы развем. Разминку Рита проводит не только с детьми, еще в компании друзей. Когда те долго залипают в телефон. Надо на носочки встать. А те и не против. Говорит девушка. Слушаются. Друзья знают у Маргариты Игоревны. Это уже профессиональное. Присаживаемся обратно. В этой группе девушка работает два года. Осталась здесь после учебной практики. И это редкий случай, чтобы молодой специалист сам захотел работать со сложными детьми. На вопрос, почему, говорит, понравилось. Вот и стипендию от компании «Шериф» тоже готова потратить на любимое дело. Я планирую потратить на наглядный дидактический материал, на игры с детьми и прохождение, наверное, каких-то новых курсов. Потому что все равно педагогика не стоит на месте. Особенно специальная педагогика. Это развитие в разных сферах. То есть сейчас аутизм очень сильно начал. Вот начали изучать это. И что-то новое появляется. Конечно, за всем этим не уследишь. Но хотелось бы хоть что-то попробовать. То есть все для деток? Да, да, да. Для профессии, для деток. Один взгляд на меня, другой на затылке. Пока писали интервью, дети были под присмотром Риты. Влад и Ренат. Затянутый галстук, наглаженный воротничок, рубашки. Петр выглядит солидно. Сидит за компьютером, перебирает бумаги, отвечает на звонки. Но молодой специалист не сразу оказался тут, в теплом кабинете. Петр Тамайлы. Специальность – проектирование зданий и сооружений. Средний балл 4,9. Род занятий – инженер Бендера Теплоэнерго. Именную стипендию получил в третий раз. На работу в Бендера Теплоэнерго Петр пришел в сентябре прошлого года. Начал как слесарь котельного оборудования. Носил вот такую рабочую куртку. К ним проходил тоже зелененького цвета с наименованием нашей организации. Не скучаете по ней? Честно, иногда бывает. Потому что за полгода свыкся. Начать с АЗОВ, чтобы набраться опыта. Таким был план. Января Петра вызвал на ковер начальник и назначил парня на должность инженера производственно-технического отдела. На работу Петр приходит к восьми. Восемь-десять планерка. Получает работу на день. Сегодня Петр должен проверить эти документы на котлы. Заполнить отчет, а еще успеть прослушать лекцию дистанционно. В пять вечера домой. Там хозяйство, огород. А если останется время, он сходит в спортзал. Такой график у именного стипендиата. На рабочем столе молодого специалиста список телефонов, справочная литература, таблицы и своды правил. Постоянно их обновляем, текущая редакция и к ним уже возможное дополнение дописываем, чтобы ничего не упустить. Даже как раз на руку, что у нас довольно такой большой разброс возрастной с коллегами. Чему-то мне получается актуальным идеям их научить. А в основном, конечно, они меня больше учат. А эта Дойна тоже будет получать именную стипендию. Попросила перенести съемку на 10 утра пораньше. После бежит за сыном в школу, затем его домой, а сама на пары в ПГУ. Сердюк Дойна. Специальность – журналистика. Средний балл 4,96. Род занятий – мама двух сыновей, начинающий блогер. Именную стипендию получила в первый раз. Обычно у меня либо первая половина дня, время свободное для учебы, либо вечером уже после того, как я завершу уроки со всеми детьми и уже могу сесть спокойно за свои. Цели у девушки большие – закончить факультет журналистики, делать новости на телевидении, а еще продвигать свой проект в Ритме Дойны, в Инстаграме и ТикТоке. Сейчас у меня есть рубрика «Ложные слова про предрассудки». Мне хочется рассказать людям, откуда приходят эти предрассудки, почему люди до сих пор верят, как осознанно, неосознанно. Вот Дойна рассказывает, откуда взялась страшная примета про черных кошек и почему они в 16 веке были не в почете. Тогда существовали мифы о том, что по ночам ведьмы превращаются в особи кошачьего вида и наносят вред жителям города. Стипендию шерифа планируют потратить на оборудование для съемок. За два месяца Дойна сможет купить профессиональный микрофон-петличку. Это раз. Вторая полезная покупка курса ораторского искусства. Все-таки будущий журналист. Сфера психологии, сфера риторики, как правильно общаться на камеру, как правильно подготавливать публику. Ну это прям совсем минимум, что я могла себе позволить. А сейчас я хочу подписаться на один курс платный, который развит мои качества как журналиста. Это только четыре интересных молодых человека из длинного списка стипендиатов. Компания «Шериф». Проекту уже 10 лет. За это время стипендию получили около 1700 студентов. Компания вложила более миллиона долларов в развитие самых целеустремленных и талантливых в будущее Приднестровье. Владимир Танковцев, Михаил Белый, Дмитрий Ягодкин. Отражение.